Этот велосипед – первый в жизни юного Данила. Он получил его в подарок от родителей совсем недавно. Окрыленной радостью подросток катался на нем по всему городу, в том числе и на тропе здоровья. Оставив его однажды возле спуска на полуденку, он практически потерял его. Примерно 10 или 20 минут там побыли снизу, поднялись, и моего велосипеда не было. Почему вы не закрепили велосипед? Нет. Там чисто деревья были толстыми, считай. Вот. И закрепить велосипед нет возможности? Нет. Обнаружив пропажу, друзья кинулись искать велосипед, но поняли, что дело плохо и обратились к родителям. Мама юного Данила ругаться не стала. Расспросила подробности, написала заявление в полицию, а затем решила попросить помощи и у своих подписчиков в социальных сетях. Изначально мы, конечно, обратились в полицию. Там все вот эти вот дела были сделаны, опрошены люди, они поисковых собак даже привели. В общем, там было все так, как должно быть, все по протоколу. Потом вечером я решила, почему бы не обратиться в соцсети, потому что соцсеть, она такая глобальная вещь, там очень много людей, у меня очень много подписчиков и друзей, и в Инстаграм, и ВКонтакте. Я подумала, что наверняка есть среди них люди, которые, возможно, наткнутся на какое-то объявление о продаже. Возможно, кто-то сфоткает и у себя выставит, что нашли вот такой-то велосипед. За пару дней клич о помощи разлетелся по сотням страниц. Люди активно репостили объявления о пропаже. Ирине регулярно сообщали о том, что видели похожие велосипеды на улицах города или просто поддерживали добрыми словами. На один из таких репостов среагировали Вадим Искибаев и Авелина Ахтямова. Ребята, опытные велосипедисты, обнаружили пропажу на одной из лесных троп. Осмотрев велосипед, они забрали его с улицы, а после стали мониторить социальные сети. Велик находился в отличном состоянии, буквально как будто новый. Есть нюанс, что немножко оторвана была ножка, небольшие ссадины велосипеда. Мы сразу поняли, наверное, велосипед украли. Поэтому мы начали фоткать велосипед и подумали, что мы просто поищем владельцев и, надеюсь, найдем. Велосипед вернули в тот же день, как увидели объявление о его поисках. С момента пропажи к тому времени прошло два дня. Этого хватило, чтобы мальчик уяснил простую истину о том, что вещи нельзя оставлять без присмотра, а его мама получила подтверждение силы социальных сетей и человеческой доброты. Лариса Миронова за Довлетшин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова